Всем привет! Я сейчас в аэропорту. Сзади меня находится гигантская очередь в Макдональдс. Все хотят позавтракать. У нас сегодня 5 утра, и мой вылет уже через час. И лечу я во Флориду, в солнечный штат, где много пальм, океана и пляжей. И когда я туда прилечу, обязательно вам покажу местные красоты. Субтитры делал DimaTorzok Я сейчас нахожусь в солнечном штате Флорида, в городе Форт Майерс. И как я вам и обещал, сегодня я буду показывать вам местные красоты и рассказывать об этом штате. Флорида находится на юго-востоке Соединенных Штатов Америки и представляет собой полуостров, омываемый Атлантическим океаном с востока и Мексиканским заливом с запада. Близость воды и теплое течение делает этот штат идеальным местом для дайвинга и рыбалки на протяжении всего года. В этом штате множество портов. Как для торговых судов, так и для туристических океанских лайнеров. Флорида по-испански означает «цветущая». Штат являлся испанской колонией и поэтому сохранил элементы колониальной архитектуры. Сейчас мы находимся в самом городе, в даунтауне. Здесь сейчас какая-то такая движуха, видимо связанная с каникулами. Звучит шотландская музыка. Вон мужики стоят в юбках и играют на валынках. Сейчас мы к ним подойдем. Звучит шотландская музыка. Звучит шотландская музыка. Население Флориды состоит преимущественно из пенсионеров. Дело в том, что в Америке люди зарабатывают хорошие деньги, как правило, на севере. То есть на северных штатах. Таких как Нью-Йорк, Мессачусетс. И среди них популярна идея о том, чтобы накопить какие-то деньги и потом уже ближе к старости, когда они выйдут на пенсию, переехать куда-нибудь на юг, где они купят какой-нибудь небольшой домик и проживут остаток жизни в таком райском уголке. Каким, собственно, является Флорида. Для молодых людей же перспективы здесь особо нет. Поскольку экономика штата достаточно неразвита и базируется в основном на сфере туризма, основными работами являются такие работы, как официант, бармен и прочее. Поэтому молодые люди, которые были рождены в этом штате, когда уже повзрослев, как правило, переезжают куда-то на север в поисках лучшей жизни и другой работы. Теперь по поводу климата во Флориде. Климат особым образом не отличается между югом и севером штата. Он у нас субтропический, и здесь есть всего два сезона. То есть здесь нет четырех сезонов, как в России, как, например, лето, осень, зима и весна. Здесь время года разделяется на два сезона. Примерно с марта по, я бы сказал, с сентябрь, это у нас дождливый сезон, сезон дождей. И все остальное время, где-то с октября по февраль, по март, это у нас сухой сезон. Снега никогда не бывает. Можно сказать, лето, круглый год. Летом, то есть с июня по август температура может достигать 40, иногда 45 градусов. Но надо учитывать тот фактор, что влажность воздуха здесь очень высокая. Очень часто достигает 65-70%. И при такой влажности даже температура в 30 градусов будет казаться очень высокой. Зимой температура колеблется примерно в пределах 10 градусов ночью и 25, иногда даже 30 градусов дневное время. Поскольку температурный режим здесь самый комфортный именно зимой, то именно зима здесь является туристическим сезоном. Именно зимой сюда стекаются все туристы с севера. Они либо прилетают на самолетах, либо приезжают на своих машинах. Также сюда прилетают иностранцы, очень много немцев, например. Они сюда прилетают для того, чтобы понежиться на солнышке, поотмокать в теплых водах океана. Местные называют приезжих snowbirds, то есть зимние птицы, которые как бы слетаются сюда на зимовку. И мешают местным в своих бытовых делах, создавая вот эти пробки и все остальные безобразия. Вы также, наверное, могли заметить то, что я здесь хожу практически один. То есть есть несколько человек, которые занимаются спортом, выгуливают своих собак, бегают. Но такого, чтобы народ ходил, как, например, ходит в России, здесь практически нет. Почему? Ну, ответ простой. Потому что у всех здесь есть свои машины. Машины здесь стоят еще дешевле, чем в России. Американцы закупают их оптом. Поэтому в целом цена на машину здесь пониже. Ну и плюс доходы здесь тоже достаточно высокие. Поэтому американцы не отказывают себе удовольствия в приобретении индивидуальной машины. И если, например, мы рассматриваем семью из трех человек, то, как правило, у них, скорее всего, будет по три машины. То есть по одной на каждого члена семьи. Еще хочу донести до вас одну вещь. Дело в том, что за местной красотой здесь очень сильно следят. И вот, например, пальму поддерживают с помощью таких деревянных конструкций, которые держат ее при сильных порывах ветра, для того, чтобы она не упала. Их здесь также подстригают. Как видите, вот здесь подстриженные листья лежат. Позже, наверное, сегодня кто-то приедет и их заберет. Также подстриженный газон. То есть все место держат в идеальном порядке на наши деньги, на деньги налогоплательщиков. Также, как видите, дорога имеет черный асфальт. Вот его буквально перестелили за два дня до моего приезда. Вот там наверху простут кокосы. Сезон ураганов, который у нас с сентября, точнее, с августа по ноябре. Все вот эти кокосы, которые весят 2-3, иногда 4 килограмма, их срывает ветром в 100 километров в час. И просто использует как своего рода снаряд, который может пробить не только окна, но еще и стены зданий, которые выполнены из ДСП. Вот пока шел, собственно, нашел такой небольшой засохший кокос, который упал с пальмы. Ну, если его, конечно, уже нельзя, молока там нет. Но, в общем-то, пальмы здесь частными не являются, поэтому, если захотите, можете сюда приехать и попробовать нарвать себе кокосов. Кстати, кокосы здесь продаются в магазинах и стоят по 2-3 доллара. Непонятно, зачем их покупать, если они вон растут совершенно бесплатно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...